Благодарю, брат Николай. Мир вам, братья и сестры, Церковь Божья. Благодарен Господу и благодарен вашим старшим братьям за такую возможность быть у вас в собрании. И поделиться тем, что Бог делает у нас, чему Он нас наставляет, также Духом Святым. Слава Богу! Я думаю, что давайте мы сначала посмотрим, у нас есть короткий ролик, небольшое видео про нашу Церковь. И я потом немножко еще расскажу и поделюсь Словом Божьем. Готовы? Когда в пути душа утомляется, От временем борьбы и труда, Спешу я в церковь, где не кончается. Отманом, обольщением греха, Каких-то новых удовольствий сегодня, Разных возможностей, которые ослепляют человека, И он не видит реальность, Он не видит того, что с него душа не страдает, Он облуждается в Боге. Источник мира, радости никогда, От звуки псалмов общего пения, Я умиляю сердцем до слез, Через проповедника откровения, Души касается нежно, как Христос. Через проповедника откровения, Души касается нежно, как Христос. И если в сердце боль загорелась, Кем огорчен или ранен стрелой, Кровью Христа из ран, что струилась, Я вновь набыт и счастлив иду домой, Кровью Христа из ран, что струилась, Я вновь набыт и счастлив иду домой, Мой бедный друг, ты жизнью из раненых, Ты посетил молитвенный дом, Примись спасенье в день этот памятный, И вместе с нами радостно путь пойдет. Примись спасенье в день этот памятный, И вместе с нами радостно путь пойдет. А по пути душа утомляется, А при мне борьбы и труда Спешу я в церковь, где не кончается Источник мира радости никогда. Спешу я в церковь, где не кончается Источник мира радости никогда. Спешу я в церковь, где не кончается Источник мира радости никогда. Слава Богу! Это немножко о нашей церкви. В 2000 году она началась по Божьей благодати. И вот сейчас мы проводим собрание у нас В моем доме на втором этаже. Вот, и мы слышали, где-то уже строится 15 лет Дом молитвы. Нам тоже Господь, знаете, дал такое откровение, Что это долгий будет процесс, Когда у нас будет уже Дом молитвы. Но что он будет? Слава Богу! И пока мы вот движемся тоже в этом направлении, Чтобы приобрести землю и там дальше строить Дом молитвы. Потому что в России вообще, когда есть Дом молитвы, Знаете, это такой светильник. У нас вообще очень мало церквей. Воронеж — это огромный город. Больше миллиона человек населения. И вот в том районе, где мы трудимся, Больше 120 тысяч населения. И там нет ни одного молитвенного дома. Пятидесятнической церкви. Есть один баптистский. Там мой друг пастор. У нас вообще Бог так соединил. У нас очень хорошие тоже отношения с баптистами. Ждем, когда они начнут духовное крещение получать. Слава Богу! Потому что духовное крещение, воистину, оно — это Божья великая благодать. И то, что мы можем молиться на иных языках, это великое благословение. Знаете, это как... Я сравниваю. Вот у нас есть гаджеты, есть смартфоны. Знаете, мы можем иметь очень дорогой, очень хороший смартфон. Но если у него не будет зарядного устройства, он очень быстро превратится в кирпич. И ты ничего с ним не сделаешь. И точно так же, если ты не молишься на иных языках. Бог дал тебе духовное крещение. Дал тебе силу быть свидетелем. Дал тебе дары Духа Святого. Но если ты не молишься на иных языках, то ты разряжаешься. Тебе нужно все время заряжаться от Господа. Наполняться Духом Святым. Назидать Свой Дух молитвой на иных языках. Слава Богу. Пусть Бог благословит каждого. Но вы видели те служения, которые мы совершаем. Мы издаем газету. И эта газета, как один из пасторов недавно сказал, это такой бренд нашего региона. И многие церкви берут и используют ее для благовестия. Слава Богу. Это просто милость Божия. Вы знаете, это вот... Если бы не Бог, ее бы не было. Потому что это такой, ну, тоже непростой труд. Бог благословляет. Видели, и голодных кормим на улице, и благовествуем. В том числе, вот у нас есть этот вьетнамский рынок. У нас нет foreign mission. Но у нас есть foreign mission у нас в городе. Да, то есть эти вьетнамцы, мы им даем Евангелие. Стараемся им тоже говорить о Господе. Слава Богу. В общем, как я говорю всегда, мы трудимся. И в моей жизни Бог — это Тот, Который ведет меня. Я никогда не слышал голос Божий. Вот именно голосом. Но я всегда вижу, что Бог, Он ведет. Он направляет. Он дает видение. Он указывает путь. И, знаете, не всегда это так, что ты прям вот так, ну, как бы, что-то чрезвычайное с тобой происходит. Но порой это просто шаг за шагом. Бог показывает тебе, куда в следующий раз наступить. И там, где ты наступаешь, это земля твоя. Слава Богу. Слава Господу. У меня есть еще немного времени. И, знаете, есть такая тема, в которой Бог ведет со мной работу сегодня. И когда я на эту тему проповедовал у себя в церкви, то я честно сказал, я сказал, братья и сестры, я вот вам сейчас это говорю, но у меня у самого трепет. Потому что я понимаю, что я сам тоже нуждаюсь в этом возрастать. Я нуждаюсь, я сам в этом несовершенна. И, знаете, я как бы могу показывать на вас пальцем, но остальные пальцы, они показывают на меня, на моей руке. Я вообще эту тему так назвал, как стать известным. Многие люди в этом мире хотят быть известны. Они стремятся быть известны. И они достигают это разными целями, разными путями. Есть разные шоу на телевидении. Я помню, вот в мою молодость была там такая программа, «Слабо» называлась. И, знаете, то есть люди там делали всякие глупости. Какие-то гримасы корчили. Чтобы стать известными. Чтобы на них посмотрели как-то и сказали, «О, я так не могу». Люди пытаются прославиться каким-то скандальным поведением. Своей силой. Количеством женщин, которые у них были в жизни. Количеством денег. Какими-то своими талантами. Но есть одна такая очень важная характеристика, которой Бог хочет, чтобы мы были известны. В послании филиппийцам, 4 глава, 5 стих. Здесь так написано. Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Господь близко. Слава Богу. Хочешь быть известным? Бог хочет, чтобы твоя кротость была известна. Чтобы это была твоя слава. Не твоя крутость. Но твоя кротость. Понимаете, само слово «кротость». Несколько слов греческих, которые у нас переведены этим словом. Но все они примерно имеют одно значение. Значение снисходительность. Быть мягким. Быть сдержанным. Быть спокойным. Быть кротким. Это слово вообще, его происхождение связано с дикими лошадьми. Когда дикая лошадь, она не способна, ее никто не может обуздать. Она любит свободу. Она любит делать то, что она хочет, к чему побуждает ее ее природа. Но человек способен, бывает, обуздать дикую лошадь. Оседлать ее. И использовать уже для каких-то целей. Для своей пользы. Для своей пользы. То вот кротость, это сродни вот этому укращению. Укращению только не диких лошадей. А укращение своего «я». Своего характера. Своих желаний и амбиций. Когда тебе что-то очень хочется кому-то высказать. Когда тебе что-то неприятное, и ты хочешь как-то отреагировать. Когда что-то не очень приятное, и ты хочешь реагировать на это. Но кроткий человек. Он укращает это в себе. И Павел говорит, пусть это будет известно всем людям. И Павел говорит, пусть это будет известно всем людям. То есть мы можем себя проверить. И так себя честно спросить. И мы можем честно спросить ourselves. Пред Богом. Вот люди знают меня. Как какого человека? Они меня знают как человека вспыльчивого. Как человека, который за словом в карман не полезет. Который скажет все, что думает. С которым лучше так, чуть-чуть подальше. Или они знают меня как кроткого человека. И Господь хочет, чтобы мы были известны нашей кротостью. И основание, благодаря чему мы можем быть кроткими. Это не наша природная кротость. Знаете, есть люди по своей природе, по своей физиологии. Они вот такие тихие, спокойные. Но это еще не говорит о том, что у них есть кротость, которая есть плод Духа. Есть неверующие такие люди. Есть люди безвольные. Но это не есть кротость. Но кротость, которую Господь хочет нас видеть, она основывается на вере. А Павел говорит, Господь близко. Господь близко. Он за тебя. Когда ты смиряешь себя. Когда ты укращаешь себя. И ты просто отдаешься Господу. И ты просто доверяешься Ему. И Он просто вступается. В моей жизни было много раз такие ситуации. Когда люди восставали. И я даже ничего не хотел им воздать, как-то ответить. Я просто как-то, ну, понимал, что они неправильно делали. Верующие люди порой так. Но проходило какое-то время. Я просто видел, что Бог как-то все ставил на свои места. Потому что Господь близко. Слава Богу. Я одну историю хочу напомнить всем нам. Это записано в книге чисел в 12 главе. Мы читаем здесь про такую ситуацию. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Эфеоплянку, которую он взял. Ибо он взял за себя Эфеоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Слава Богу. Моисей был человек кратчайший. Это не значит, что он был человек безвольный. Апостол Павел говорит нечто об этом. Он говорит, если мы выходим из себя, то для Господа. А если скромны, то для вас. Вот Моисей был таким человеком. И были ситуации, когда он мог сказать, кто Господень ко мне? Возьмите свои мечи и пройдите по стану и поражайте всех. Когда для Господа, когда для дела Божьего, мы должны говорить истину. Мы должны стоять в истине. Мы должны быть готовы жертвовать собой. И не соглашаться со всяким грехом и заблуждением. Но он говорит, когда для вас. Когда касается наших взаимоотношений. Когда какие-то жизненные ситуации. Павел говорит, мы скромны. И вот здесь Моисей, он находится под ударом. Самые близкие ему люди. Его старший брат и старшая сестра. Они упрекают его. Они восстали против него. И они упрекают его. Бог не упрекал его. Бог не осуждал за это Моисей. Бог вообще не запрещал Израилю брать эфиоплянок. Был ли вполне конкретный список народов, из которых они не могли брать себе жопу. И это было связано с тем проклятием, которое было в этих народах. Из-за их идолопоклонства. Но они понимали, у них было понимание. Может быть, такой патриотизм. Как ты взял жену эфиоплянок? И они упрекали Моисея. Осуждали его. А что же Моисей? Он не ругался с ними из-за этого. Он не доказывал. Да вы что? Да посмотрите, кто я. Вы как вообще посмели? Он с ними не спорил. В Писании говорит, он был кратчайшим. Буквально еврейское слово, которое тут используется, означает безмерно кроткий. Чрезвычайно кроткий. Вот он не защищал себя. Возможно, ему хотелось что-то им сказать. Возможно, он имел что сказать. Но он знал, Господь близко. Господь близко. Слава Богу. Знаете, Бог не против, когда мы обличаем кого-то. Когда мы пытаемся высказать какую-то критику. Но мы должны это делать с кротостью, смирением и с любовью. И прежде чем это делать, мы должны 10 раз убедиться в том, что мы действительно что-то правильное говорим. Что мы говорим то, что Библия говорит. А это не просто наше человеческое понятие. Мы так привыкли. Мы так научены. Мы должны вникнуть. В Мария и Аарон не вникли. И более того, они восстали против. Они говорили ни в смирении, ни с любовью. Они не просто задавали ему вопрос. И мы видим после этого Господь внезапно сказал Моисею, Аарону, Мариаме, «Выйдите вы трое к скиньи собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скиньи и позвал Аарона и Мариаме, и вышли они оба. И сказал, «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении и во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем. Устами к устами говорю я с ним, и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скиньи, «И вот Мариам покрылась проказою, как снегом». Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. «И сказал Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». И так далее. Мы видим, Господь близко. И Господь вступился. И это было плохо для тех, которые восстали. Для тех, которые критиковали. А Моисей, он был кратчайший. И он знал, что Бог просто вступится. Знаете, когда мы являем кротость, Бог, Он с нами. Не обязательно, что Он накажет того, кто там восстает против Тебя. Бог не хочет, чтобы мы даже желали и думали об этом. Но мы больше желаем, чтобы Бог просто коснулся того человека. Чтобы Господь изменил его сердце. Если он не прав, чтобы Господь его поправил. Чтобы он не терял благословение. Аминь. Мы хотим видеть благословенных братьев и сестер. И для этого важна наша кротость, братья и сестры. Когда мы не становимся, знаете, такой реакцией и не возбуждаем вокруг себя ссоры. Но мы являем кротость. Мы желаем, чтобы люди вокруг нас спасались. И мы сегодня живем в таком обществе, где все говорят о своих правах, о способности их отстаивать. И когда мы идем в магазин, мы знаем свои права. И когда мы имеем дело с властью, мы знаем свои права. Но Бог хочет, чтобы больше этого мы знали, что мы христиане. Мы ученики Иисуса Христа. И чтобы как в магазинах, как во власти, чтобы и наши соседи, чтобы они знали, что мы люди кроткие. Что мы ученики Христовы. И чтобы они видели, что Бог за нас. Когда кто-то обижает нас. Слава Господу. Слава Господу. То, друзья, пусть Бог благословит нас. Знаете, мы видим, за Моисея Бог ступился. Бог тот же самый. Он нелицеприятен. И когда Он видит нашу кротость, то Он близко. Чтобы быть с нами. Чтобы защищать нас. Чтобы менять обстановку вокруг нас. И менять сердца людей вокруг нас. А Аарон покаялся. Пусть люди, которые что-то неправильно против нас делают. Пусть их мышление меняется. Не из-за того, что мы какой-то своей силой это сделаем. А просто потому, что мы знаем. Господь близко. И мы можем себе позволить быть кроткими. Аминь. Слава Богу. Давайте об этом помолимся. Преклонимся. Слава Тебе, Господь. Слава Богу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Боже, мы сегодня не находимся во власти каких-то обстоятельств, Боже, но Ты, Господь, наш пастырь, Ты наш Бог, и мы Твои, Господь, мы Твои, Иисус, слава Тебе. Господь, и мы просим сегодня, Боже, благослови нас, благослови наши сердца, Господь. Мы желаем, Господь, чтобы мы были известны, Господь, не по каким-то негативным нашим качествам, негативным нашим чертам характера, Боже, не по нашему какому-то человеческому, человеческой силе, человеческой крутости, Боже. Но мы хотим, чтобы мы были известны, как Твои ученики, как Твои дети, Господь, чтобы наша крутость, она была известна всем людям, Боже. Просим, благослови нас, я прошу, благослови каждого брата и сестру, каждого на этом месте, Боже, благослови свой народ, Господь, благослови каждого человека, и укрепи нас в этом уповании, Господь. Когда придут такие сложные ситуации, и нам захочется как-то отреагировать, помоги нам прежде всего помнить, Господи, Ты близко, Ты близко, Господь, и Ты благословишь, и Ты поможешь. Слава Тебе, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава на веке. Аминь. Передаю Вам приветствие от нашей Церкви. Здравствуйте от нашей Церкви. Бог благословит тебя.